В России все тяжелее, в Америке все проще в плане регистрации бизнеса, в плане взаимодействия с органами власти. Здесь, если ты эмигрант, к тебе абсолютно нормальные отношения. Например, житель Узбекистана, если приедет в Россию и откроет бизнес. Но все равно будут. Понятно, что есть узбеки, которые, допустим, добились чего-то в России. Но все равно к ним будет отношение, что ты узбек, а ты пришел к нам в чужой край. Здесь такого нет. То есть здесь все для всех абсолютно равное. Вьетнамец, китаец, европеец, русский, украинец, казах. Всем одинаковые правила. Нет коррупции, нет каких-то спецнорм, которых выполнить просто невозможно. Их просто надо выполнять. Ну, например, разрешение на строительство получить. Да, его надо выполнить и получить, и получишь, и будешь строить. А в России же наоборот. То есть ты получишь, даже если заплатишь взятки, получишь разрешение. А потом все равно придут и скажут, ты знаешь, неправильно эти разрешения. Мы вчера поменяли закон, у нас теперь новые разрешения, давай опять платить. То есть вот мы настолько привыкли в России, что надо платить за все, чтобы тебе дали заработать. Что здесь иногда даже не понимаешь, а как так? Тебе государство наоборот протягивает руку. Здесь дешевые кредиты очень. В России кредит же получить практически невозможно. Бешеные проценты. Опять же надо заплатить, знать банкира, заплатить ему денег, чтобы дали кредит. Потом начальник услуги безопасности банка заплатить, чтобы он одобрил. Здесь все очень просто. Кредиты дают даже иммигрантам, даже не имеющим грин-карты, можно получить кредит. Ну не очень большой, но можно. А если ты полноценно уже оформил документы, так можно хороший кредит получить. Сколько процентов годовых? Ну можно, например, вот по 4% можно заплатить. То есть машину, я вот сейчас перекредитовал свою машину, мне банк 4% дает. Ипотека тоже 4%, пожалуйста. Все очень быстро одобряют и никаких сложностей в этом нет. Вообще страна кредитов, тут все на кредитной истории построено. И сразу всех своих клиентов, приучая ребята, сразу же начинаем строить кредитную историю. Мы вам подскажем, как это сделать. Я, например, год первый свою кредитную историю не строил. Сейчас очень жалею об этом, потому что на тот момент у меня не было подсказчика. А теперь есть наша компания, Русская Америка, куда можно прийти и мы все расскажем и подскажем. А вот покупка недвижимости на территории США или открытие бизнеса, дает ли это право на получение вида на жительство? Там грин-карта, по-моему. Покупка недвижимости, да, если это бизнес-недвижимость. Если частная, то бизнес-недвижимость, да, дает для некоторых категорий программ, дает. По EB5 программе дает, по L1 программе дает. Ну, это название программ иммиграционных. А если мы говорим о частной недвижимости, то не дает. И по покупке бизнеса то же самое. То есть, если это бизнес, который действительно бизнес, а не просто ты там взял квартиру, купил и сдаешь ее в аренду, но это не совсем бизнес. То есть, есть категории, которые не позволяют сказать, что это бизнес. Да, тоже можно. Особенно, конечно, очень хорошие программы есть для украинцев. То есть, у них есть программа E2, для России, к сожалению, ее нет, когда можно за 70 тысяч долларов купить бизнес и иметь длительную визу Е2, которая позволяет постоянно проживать в Америке. Спасибо. А еще такой вопрос. Можно открыть бизнес в США с небольшими уложениями, например, на 20-30 тысяч долларов? Можно. Можно, конечно. Можно, во-первых, дистанционно вообще открыть компанию в США. То есть, даже находясь в России. Сайт. Какой-нибудь, да, там? А? Сайт. Да, ты можешь открыть компанию, американскую компанию, открыть сайт, который будет у тебя находиться пока в России, но деньги могут поступать уже тебе в американскую компанию, потому что у интернета нет привязки к местности. Ты сайт зарегистрировал в Америке, там на GoDaddy, на провайдере, зарабатываешь там интернет-магазин, и деньги у тебя будут уже автоматически аккумулироваться в Америке. И когда ты приедешь, у тебя будет уже расчетный счет с твоими готовыми деньгами, на котором заработанные деньги в долларах, которые никто не заберет. Если ты помнишь фильм «Иван Поддубный», чем он закончился моментом, когда его деньги, которые тогда остались в американском банке на протяжении 100 лет, там так и лежат до сих пор. Это действительно факт. Никто их не тронул. Неважно, какие там государственные перевороты они происходили в это время, там и Советский Союз был, и потом...